Недолго осталось существовать микрорайону Бесаба. Аварийные пятиэтажки полным ходом демонтируют. Жилой комплекс опустел. Большинство жителей уже съехали. А кто-то только начинает вывозить свои вещи. На некогда элитном микрорайоне побывали наши корреспонденты. Вот так сейчас выглядит некогда элитный микрорайон Бесаба. Здесь все словно после бомбежки. Пустые окна, обшарпанные стены, горы мусора. Пока строители разбирают аварийные и недостроенные пятиэтажки, люди забирают с собой все, что могут. Выносят окна, двери и даже ламинат с полов. Светлана Сарсимбаева спешит вывезти нажитое. Завтра в жилом комплексе отключат свет. Педагог с почти 40-летним стажем. Одна из последних освобождает квартиру, от которой уже до конца года ничего не останется. Страх – это какой город. Представьте себе, что в степи остались мы одни. По всему дому, кажется, мы одни жили здесь до этого времени. Мы сами не хотели, просто мы не хотели уйти отсюда, потому что я всю жизнь мечтала быть в городе. Сегодня Светлана Шайменовна начнет обустраиваться во временной квартире в 14-м микрорайоне. Женщина прожила в Майкудуке 40 лет, но возвращаться туда не очень хочет. Хоть и слышала от бывших соседей, что условия Акимат предоставил вполне приличные. Временное жилье полностью отремонтировано, двор благоустроен. Пока же Светлана Сарсимбаева продолжает выплачивать ипотечный кредит за свою однокомнатную на Бесабе. Когда я получила вот эту квартиру, я составила дефектный акт. Я четыре стены получила без ничего. Два года не отдыхав, не ехав, ничего делала. Я сделала ремонт. Я никуда не ездила. Я не знаю до сих пор, вот даже я в пенсионном возрасте, я не знаю, что такое курорт. Я не знаю, где можно отдыхать. Я всю жизнь вот работала. 38 лет я работала в сфере образования. Из 145 семей жилого комплекса договор о цессии подписали 102. 70 семей уже въехали во временное жилье. 16 от него отказались. Тем временем работы по разбору новостроек идут полным ходом. К концу года планируют закончить. Если все люди не съедут, то не будет возможности приступить к разбору этих домов. Если не будет разбора, то в этом году строители физически просто не успеют завершить нулевой цикл для того, чтобы в следующем году уже начать работу по возведению нового дома. Между тем уже выполнен эскизный проект будущего жилого комплекса, название которого будет определено позже. Многоэтажные здания и благоустроенная территория прямо противоположно нынешнему состоянию Бесабы. В новом жилом комплексе бесабинцы получат квартиры той же квадратуры, что и в старом.